Здравствуйте еще раз! Продолжаем наше занятие. Следующая тема нынешней лекции – идеология. Идеология-то вы, наверное, знаете, что такое идеология, да? Вот у нас есть человек свежий. Идеология – это что? Она немножко запоздала, потому что она изучала, что такое идеология. Сейчас она скажет, что такое идеология. – Ну, может быть, это идея, которая уменьшается правящим классом для вас? – Только правящим. А если идеология угнетенного класса, тогда уже это не идеология, что ли? Разве не может быть идеология угнетенного класса? Только правящий класс имеет идеологию. Как только власть взял, уже идеология только его, а никакой другой нету? Ну, это неправильно. Ну, и подход у вас правильный. То есть, когда идеология, то это рассматривается идеей. Правильно? А идея знаете, что такое? Вот это вопрос на засыпку. Вот потолок белый – это идея? – Нет. – Да? А в чем идея? – Нет, идея потолка. – А? – То, что потолок белый – это не идея, а то, что есть потолок, ну, сущность потолка – это и есть идея. – Нет? – Ну, сущность потолка. потолка думаете сущность есть ну вот первое что вы сказали это правильно идея это такая мысль которая отвечает на вопрос что делать а если я буду говорить что солнце светлое ночью темно зимой холодно весной расцветает растение и так далее это будет это все не идея и вот если люди там говорят между собой может быть два часа вот иногда говорят этого передачи информации сейчас цифровая экономика один говорит у нас все заводы разрушили другой говорит все заводы разрушили это могут передавать по разным системам связи вы можете по скайпу это говорить правильно и так далее а что это такое здесь есть какая-то идея нету никакой идеи потому что и речь идет о констатации сложившего положения дел и сколько вы не рассказываете скажем как мы плохо живем от этого жизнь лучше не становится поэтому когда речь идет об идеях то есть всей совокупности разных мыслей которые людям приходят в голову надо выбрать те мысли которые направлены на преобразование мира а это преобразование мира разные классы понимают по-разному правильно каждый класс старается мир этот преобразовать в соответствии со своими интересами это вас удивляет нет не должна нас удивлять правильно если скажем один класс правящий у него есть идея как дальше поджать так ведь этот самый вгнеченный класс чтобы получить от него больше то сказать идеи угнетенного класса направлены на то чтобы прогнаться от власти правящей установить свою власть поэтому на самом деле вот идеи двух классов основополагающие они противоположны но когда говорят об идеологии а логос это знание правильно тогда берутся не отдельные идеи от системы идей вот у вас есть какая-то система идей которые выражают интересы этого класса вот если эта система идеи не однобросаны просто разные мысли ни с чем не связаны это хорошо бы сделать вот это хорошо бы сделать вот это хорошо бы сделать это идея а вот если они представлены из единый комплекс единую систему выражение интересов класса это уже получается идеология то есть идеология эта система идеи выражающие интересы определенного класса сейчас по крайней мере потому что пока классы не уничтожены нету такой единой системы идеи быть не может который выражает сразу интересы и того, и другого класса. Противоположные классы имеют противоположную идеологию. А вот у нас есть ещё один класс в буржуазном обществе – мелкобуржуазия. Как с ней быть? У неё есть идеология своя? Вот получается, что у неё своей идеологии нет. Нет такой системы идей, которая была бы идеологией мелкобуржуазии. Не в том смысле, что они не высказывают какие-то идеи. Они и такие идеи высказывают в интересах трудящихся. Одни идеи – в интересах буржуазии, другие идеи. Они хотят стать буржуа, поэтому им близки идеи буржуазные, близки. Но им не светит стать буржуа, поэтому им близки интересы рабочего класса. Они эти идеи поддерживают. Поэтому идеология мелкобуржуазия сказать можно, но она системы идей не представляет. А представляет собой кашеобразную смесь самых разных противоположных идей. Отсюда и вывод, который Лениным был сделан в работе «Что делать?», что есть две идеологии – пролетарская и буржуазная. «И третья идеология не выработала человечество». Нету третьей идеологии. И нету идеологии вообще. Можно только сказать, мы это уже говорили, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Не и так, что там у вас наверху в идеологии такие и такие идеи. Ничего подобного. Если господствует один класс – одна система идей. Если господствует другой – другая система идей. Если это противоположные классы, то следовательно и противоположные идеологии. А может быть, что одни и те же всё-таки мысли выражают интересы и того, и другого класса. Ну, такое может быть, правда? Потому что есть такие мероприятия, которые выгодны и тому, и другому. Вот, скажем, строительство новых капиталистических предприятий. Вообще-то выгодно буржуазею? Выгодно. Рабочему классу выгодно. Это рабочие места. Это означает, что развивается производство. Когда развивается производство – это материальная основа социализма. Поэтому класс, если он думает о своём будущем, он не может не поддерживать развитие производства. Он не за то, чтобы оно захерело в стране. Хотя бы и было буржуазным. Потому что мы с вами рассматриваем движение общества и движение истории не таким образом, что кто-то конструирует какой-то строй. Один строй выходит из другого. Для того, чтобы получилось производство коммунистическое, надо иметь сначала производство буржуазное. И вот Маркс пишет, например, о том, что есть родимые пятна капитализма. Если это родимые пятна капитализма у коммунизма, коммунизм выходит из капитализма с родимыми пятнами, спрашивается, а кто мама коммунизма? Ну, кто? Если выходит коммунизм из капитализма, получается, что капитализм – это мать коммунизма. А какие отношения с мамой? Ну, у вас по-разному складывается еда, и надо поспорить. Но с мамой надо считаться, ее уважать, а не просто так вот отбрасывать. Верно? Поэтому во всем марксизме, в марксистской науке, вот это в диалектическом подходе, здесь нету зачеркивания того, что было как просто зряшного, ненужного, плохого. Каждый строй, он какой-то этап, каждый общественно-экономический строй – это какой-то этап в развитии производительных сил человечества, и в развитии человечества вообще. И мы поэтому должны так и рассматривать движение человеческой истории как прогрессивное движение. И в свое время необходимое было рабовладение, и оно обеспечило расцвет искусств и наук, и пошло развитие гораздо быстрее. Феодализм тоже. Разве он не построил тут прекрасные здания в Петербурге, а крестьяне, которые боролись с феодалами, они бы сейчас построили одни избушки. Ну что бы построили крестьяне, как вы думаете? Поэтому вот в свое время феодальный класс сыграл большую, выдающуюся, прогрессивную роль и так далее. То есть тут не может быть такого отношения, что заведомо этот класс плохо или хорош. Каждый класс проходит тоже известные фазы в своем развитии. Он сначала прогрессивный, он борется с предыдущим классом, господствующим. Потом он осуществляет свой интерес и развивает производительные силы общества. А потом наступает такой период, когда он тормозит развитие, и тогда дело идет о революции уже другого класса. Вот у Маяковского в поэме Владимира Ильич Ленина есть такие строки, что вот капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка. Спора работал. Не боялся тогда, что у него от работ засолится манишка. А потом он обдрюзг и обдряб. И лег у истории на пути в мир, как в свою кровать. Его ни объехать, ни обойти, единственный выход – взорвать. По книге, скажем, по этой поэме можно запросто изучать и политэкономию, и политику, потому что, конечно, Маяковский в этом смысле гениально изобразил и знал прекрасно эти все вещи. Например, когда описывает капитализм, говорит «Город грабил, греб, грабастал, глыбил, пузо, касса». А у станков худой и горбастый встал рабочий класс. А потом, когда он описывает кризис, говорит «Директор, лысый черт, пощелкал счетами, буркнул кризис и вывесил слово «расчет». Скажем, что такое партия? Вот мы разбирали на предыдущем занятии, у Маяковского тоже есть это. Сила, слава, слава. Классов. Спиной хребет рабочего класса. Вот что такое партия. Один, даже очень важный, не поднимет и простое пятивершковое бревно. Не только что дом пятикажный. Голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Только жена. И то, если не на базаре, а близко. А партия – это кулак из голосов сплетенных, тихих и тонких. От него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. Вот так всё это очень расписано хорошо. Так вот, тем более, что это относится уже к сфере идеологии. То есть, кто такой Маяковский? Он пролетарский поэт, да? То есть, человек, который в своём творчестве выразил интересы рабочего класса. И вот он ездил в Америку, как и другие Америки. Он описал, новоэтажная Америка, какие там высоченные здания, какой там транспорт. А потом говорит, но кипчёнку не сдеру с виска. У советских собственная гордость. На буррою смотрим свысока. То есть, поскольку идеология вырабатывается кем? Идеология вырабатывается теми, кто вырабатывает идеи. А кто вырабатывает идеи? Во-первых, учёные, правда? Поэтому наука, если это не математика, то она партийна. Партийна не в смысле партии принадлежащей, а в смысле того, что это на стороне рабочего класса стоит учёный, или на стороне противоположной. И в зависимости от того, на какой классовой позиции он находится, учёный может поддерживать одни или другие идеи в своём творчестве, в своей деятельности. В работе «Материализм и империокритицизм» Ленин писал, что если бы математические теоремы затрагивали интересы классов, то по этим теоремам всё время ввелась бы борьба. Но математические теоремы интересы классов не затрагивают. Это бесклассовая наука, правильно? А вот если вы возьмёте политэкономию, философию, историю, каждый класс хочет представить историю как так, чтобы это ему способствовало в его развитии. И каждый класс, поскольку он проходит такие стадии, когда он только формируется, потом, когда он осуществляет свою историческую миссию, имеет такие этапы, где его идеология прогрессивная. Вот мы уже с вами говорили, что теорию классов развили кто? Не Маркс и не Энгельс и не Ленин, а французские буржуазные историки Тьерри, Менье и Гизо. То есть мы здесь наблюдаем такой, можно сказать, исторический подход к развитию науки. И классовый подход состоит в том, чтобы определить, эта идея, она к какому классу выгодна, к чему это приведёт, реализация этой идеи. И идеологии всего две, а не три, две. И не бывает такого, чтобы эта идея, кроме математики, ну и смежных наук, таких как физика, допустим, химия, технических наук, чтобы эти идеи не затрагивали интерес известных классов. А вот когда принимаются какие-то политические решения, что строить, что создавать, что убирать, что ликвидировать, безусловно, затрагиваются интересы классов. А раз затрагиваются интересы классов, то надо сводить все идеи к интересам классов. Если мы раньше говорили в одну сторону, что общественное бытие определяет общественное сознание, вот мы добрались до общественного сознания. Занимаемся сейчас сферой идеи, идеологии. И здесь надо решать обратную задачу. Надо все идеи рассматривать, рассматривать, а какие интересы, интересы какого класса эти идеи осуществляют. Кому это выгодно? Есть такая у Ленина статья, по-латински называется, «Куи продэст» – «Кому выгодно?» Что вот люди, где он пишет, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, если они не будут разыскивать интересы классов и не будут ставить вопрос «Кому выгодно?» Вот всегда, когда вы какой-то вопрос политический решаете, и идеологический, вы должны поставить «Кому это выгодно?» Не так стоит вопрос, что это правильно или неправильно. С точки зрения одного класса это правильно, а с точки зрения другого класса это недопустимо. То есть по каждому вопросу общественной жизни имеются самые разные противоположные позиции. Относится ли это, скажем, к литературному творчеству? Нет, так нельзя поставить вопрос, потому что если речь идет о литературном творчестве, это не область понятий, а область создания художественных образов. А раз художественные образы, вот эти художественные образы могут отразить жизнь с ее противоречием. Вот так Ленин писал про Льва Толстого, крупнейшего писателя мирового, и говорил, что вот он как писатель, величайший писатель, матерый человечище. До него, говорит мне, не было крестьянина в литературе русской, и только в Толстой образ крестьянина создал такой, который осветил в жизни положение крестьян. С другой стороны, в своих идеях он узок и реакционен. Он представляется, если взять его философские взгляды, это помещик, юродствующий во Христе. Хотя интересно почитать вот работы не литературный у Толстого. Он очень резко выступает против эксплуатации и говорит, что если вот я сижу за столом, а сзади, за моей спиной, за стулом стоит человек, который подает мне всю еду и прочее, то справедливости в таком обществе нет. И по вопросу о справедливости, как известно, такое есть высказывание, справедливости и равенства. Даже первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое, потому что в первой фазе коммунизма при социализме один, более другой здоров, а поровну делят распределение по труду. Один имеет много детей, другого мало детей, а поровну получают. Это несправедливо. Поэтому вы можете послушать про справедливость в буржуазном обществе, а в социалистическом обществе тоже нету справедливости. Справедливость может быть только тогда, когда классы будут полностью, не будет различия по положению производства. А что для этого нужно сделать? Ну, для этого надо сократить рабочий день и сделать так, чтобы у вас было свободного времени больше, чем рабочего. Вот у вас сейчас какое время? Вот сейчас рабочий или свободный? Ну, сейчас у вас какое время? Ну, не рабочий, потому что мы живем. А? Ну, не знаю. Ну, учеба. Ну, учеба – это какое время? А что такое вообще? У вас какой-то критерий есть? Ну, вы, наверное, видите, вот какой подход к философии? Философия не оставляет мыслей неопределёнными такими и понятиями, когда ни то, ни сё, неизвестно что. Есть совершенно определённые понятия. Например, есть понятие вне рабочего времени. Это время, в течение которого вы не создаёте материальных блага. Вот я вам сейчас сообщаю, что мы с вами на равных. И я, и вы. Никаких мы с вами материальных благ не создаём. Вот эту водичку вы пьёте, но эту водичку вы добывали не вы. И если вы мне эту водичку подарите, и всё равно это не я её добывал. Правильно? И всё, что у нас надето на нас, и всё, чем мы пользуемся, и столы, и это здание, и так далее, это всё плод труда людей, занятых материально-производительным трудом, создающим материальные блага непосредственно. И в этом участвуют люди, которые организовывают этот труд, потому что всякий непосредственно общественный или совместный труд, писал Маркс, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции издвижения всего производственного организма в целом. Мы с вами производством не занимаемся. А что мы делаем? Вы изучаетесь. То есть вы потребляете знания и развиваете кого? Кого вы развиваете? Что вы развиваете? Себя вы развиваете. В чём задача студента? Развить себя. Обществу это надо? Надо. Обществу нужны люди развитые. Правильно? Они люди не развитые. Мало того, оно устроило специальный университет, придало ему государственную форму, а государство – это сила принуждения. Не будете сдавать хорошо, поставим двойку, выгоним из университета. Так вот, если не будете себя развивать, будем вас принуждать. Принуждать, подавлять, репрессировать и так далее. Что такое государство? Что этим хотят? Пугают. Пугают. Что тут ещё есть? Больше ничего. На самом деле пугают, потому что на самом деле кто не будет знать, тех и выгонят, и выгоняют. Так вот, что такое? Ну, в нерабочее время – это время, не занято реальным производительным трудом. Время сна попадает в это? Попадает. Это в нерабочее время. А вот вы едете в транспорт, это что свободное время? Нет. Особенно, когда вы там в метро, в толкучку идёте. Думаете, как бы выжить при приближении к эскалатору. Дальше, значит, вам приходится стирать, подметать, убирать, мыть, то-сё, картошку чистить. А вы думаете, вы не занимаетесь материально производительным трудом? Стирка – это материально производительное труд или духовная деятельность? Материально производительное, подметание, это всё. Ну, уже материально было полугрязное, так сказать, его подмели, стал чистый. Это был предмет труда, вы взяли средства с водоведника или швабра, или пылесос, и поработали, получили результат. То есть, у нас есть крупное производство, машинное, этим люди умственного труда не заняты. И тем более, обучающиеся мелким, так сказать, материально производительным трудом заняты. и во всём этим занимаются. Посуду моете, моете, а что такое? Вы взяли грязную посуду, помыли, получили чистый. Но есть такие просвещенные люди, я вам скажу, очень хитрые. Вот, скажем, я знал такие семьи докторов наук, муж и жена доктора наук. Они, значит, посуду не моют, а они поели? А зачем моют? Чтобы там бактерии не разворить? И раз в холодильник эти дарилки. Потом достают и опять в них накладывают. А есть ещё более продвинутые доктора. Они, значит, берут, тарелки достают, полиэтиленовые мешки на них одевают и там суп наливают, то есть всё, всё делают. Поели, эти полиэтиленовые мешочки сняли и выкинули в помойку. А это у них опять чистенькие поставили тарелочки. О, как люди какие просвещенные, как умеют делать. Я до этого не дошёл, наверное, а вы вот всё по старому берём, начинаем там мыть. Ну, это деятельность какая? Материально-производительная. Это всё никак в свободное время не попадает. Правильно? И так далее. То есть очень много у нас деятельностей, которые в разряд свободное время не попадают. А есть определение, научное определение свободного времени. Сейчас я вам его сформулирую, вам оно понравится. Свободное время это время для свободного развития. Для свободного развития. Сейчас у вас какое время? Скажите, пожалуйста. Сейчас у вас свободное время. У меня тоже. Но я же не деградирую сейчас, когда вам лекцию читаю. Я же тоже развиваюсь. Но если человек читает лекцию хорошим студентам, наверное, он в это время не деградирует, то тоже развивается. Вот кто виноват, что лекции получаются хорошие, только тот, кто их читает, или аудитория. Аудитория стимулирует человека. Если внимательные слушатели, думающие и так далее. Это способствует развитию? Способствует. Или, скажем, я на такую тему лекцию читал, но они это сейчас у нас делают онлайн-лекции, чтобы все одно и то же читали. Всем видом, всем слушали. Независимо от того, это историки, или музеологи, или это журналисты. Вот с прошлого года у нас уже половина лекции переведена на онлайн. И это значит, что никакого учета конкретных обстоятельств, того, кто что знает, конкретной аудитории уже не делается, и поэтому они малоинтересными были, стандартными такими, механическими лекциями получаются. Так вот, свободное время, это время для свободного развития. У нас такого времени, ну, у вас сейчас время золотое, потому что все время студентов, за исключением, вот, за вычетом того, о чем я говорил, время сна, время, когда вы выполняете всякие функции нетворческие, все время, когда вы подгоназываетесь к занятиям, и когда присутствует на занятиях, это время свободного развития. Вы сюда свободно пришли или вас пригнали? Кто-нибудь, кого-нибудь арестовывали, приводили в университет, нет таких, нету? Ну, вот это время для свободного развития. И, наоборот, если человек находится в сфере свободного развития, вот, сел перед телевизором, И он мог бы посмотреть там прекрасную оперу или очень интересный спектакль, да? Или послушать какого-то толкового человека. Он попал на то, что там стреляет и убивает, убивает и стреляет, кровь течёт, всё. Это свободное время? Нет. То есть это время потенциально могло бы быть временем для развития, но никакого развития не произошло. И у нас люди очень-очень много времени тратят на то, чтобы не развиваться, наоборот. Или, как говорят мужики, бухают. Это что значит? А чаще достатки сознание пытается выбить, чтобы не видеть, как жизнь плоха. А вроде выпьешь, она и не так уж и плоха. Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. Значит, мы уважаемые люди. Уже как хорошо. Поэтому на самом деле у нас и так мало свободного времени. Мало. А поскольку люди не контролируют этот процесс сами и не борются за свободное время, надо за него бороться, то они, так сказать, не имеют достаточно времени для своего развития. Потому что кто должен думать о вашем развитии? Прежде всего, вы сами должны думать. То есть вам могут помогать, содействовать, но это вот от вас зависит. Вот вы книгу пишете? Почему? Не придумываю еще темы. Нет, вы ждете, когда вы будете старушкой. А что вы ждете? Нет, ну кто может? Вам запрещено писать книги? Научить вас писать книги? Пишешь сначала название. Ну, тему – это важно же. Это целое. Развитие идет от целого к целому или от части к целому? Это мы обсуждали с вами же. Целое. Вот надо решить, что вам, что у вас самое для вас. Вот вы пришли в университет. Вы пришли не для того, чтобы вам тут просто давали на лекциях, а чтобы вы что-то самостоятельно. Вы же будете все равно писать самостоятельную работу. Но если вы можете написать книгу, так вам на эту работу написать. Расплюнуть. Правильно? Ну вот, это вы как бы кусок своей книги дали, и все. По принципу на подавить. Ну, вот вы взяли и начали писать книгу. Как пишется книга? Составить надо дальше план, чтобы это было опять целое. Если без плана книгу не напишешь. После того, как вы у нас составили план, у вас там будет две главы, три главы. В каждой главе должны быть параграфы. Сколько? Ну, пусть два или три. А в параграфе сколько должно быть пунктов? Семь. Почему? Потому что вы идете, когда развиваете мысль, идею. Это же идея, идеология. То, значит, от какой-то точки вы идете к другой точке. Это в начале. А потом завершаете параграф от какой-то точки к другой. Четыре уже. Ну и три точки на развитие мысли должно быть. Вот вы составили такой план. Вы и план не составили еще до сих пор. Понятно. После того, как вы составили план такой подробный, вы пишите тезисы. Кто-нибудь знает, что такое тезис? Да. Что это? Краткие темные деловые работы. Краткая? Краткие темные деловые работы. Нет, это вот начало правильное, а дальше не совсем. Кратко выраженная мысль. Мысль. Кратко выраженная. Вот задача тезисов не в том, что вы там расписывали, а максимально кратко идею, мы же о идеологии с вами сейчас говорим, идею выразить максимально кратко. Это будут тезисы. Особенно это бывает, когда нет времени. Вот у вас нет времени, там, завалено, это нужно делать, то делать. Но тезис-то вы можете написать. Тезис-то вы можете обдумывать, когда вы поднимаетесь по лестнице или едете на эскалаторе, или подходите к станции метро. В тезисы вы можете подметать, обдумывать какой-то тезис. Правильно? То есть, если вы включите свою голову, ваша голова будет работать больше, и тогда у вас будет времени свободного больше. Обстоятельства будут те же, а времени будет свободного для развития больше, потому что вы развиваетесь. И вот люди начинают место пропускать, этот этап тезисов, и сразу начинают текст писать. А текст – это кусок. А вот это цельное теряется. Поэтому надо сначала тезисы все расписать. А потом уже, когда вы тезисы все рассмотрели, а хотите с каким-то квалифицированным человеком посоветоваться. Вот вы бы сейчас принесли мне план в этих тезисах, я бы почитал ваши тезисы, и сказал, это очень хорошо, это хорошо, это никуда не годится, и потому-то, и потому-то. И вы бы доработали. Ну, раз вы не принесли, ну, что я могу сделать? Ну, что я могу сделать? Если никто из всей группы не пишет книгу. А почему? Я вам, по-моему, уже рассказывал, у нас был такой эпизод, когда у нас ректором был товарищ Александров, академик, геометр, и философ очень хороший. Он читал лекции по диалектике у нас в актовом зале университета. Народ валом туда валил, еще пропусков не было никаких, и все стекались, сбегались, и там все было набито. И вот на одной международной конференции, которая у нас проходилась, один иностранный профессор спрашивает девушку, которую он встретил на этой конференции, девушка, а вы с какого курса? А академик Александров, ректор, говорит, она не с курса, она профессор университета. Таких две девушки у нас было у Ральцевой, матфедики, и Ладыжинская. Очень молодые, 20 с небольшим лет, уже профессора. А сейчас все вот почему-то ждут, когда они постареют. Вот я вас призываю, а что вы думаете, у вас мозг сейчас что-ли не радует? Во-первых, вы уже не дети. Во-вторых, вы еще не устали от жизни. Когда вы собираетесь написать хорошую книгу? Надо писать как раз в это время. Так что вы подумайте насчет темы, можете ее обсудить, в следующий раз принесете, говорят, тема такая, как я скажу, это здорово, а я скажу, что это как-то... Это очень важно, вот целое взять. Что если вы зерно не то посадили, не дуб посадили, а какое-то там зерно крапивы, вырастет крапива. Поэтому очень важно, какое вы зерно посадите, которое будете развивать. То есть в сфере идеологии идет борьба чего? Идей. И если борьба идей идет и будет идти всегда, и при самом полном коммунизме, она не будет носить классового характера. А если мы берем общество, в котором есть противоположные классы, то есть система идей, которые в целом выгодны правящему, буржуазному классу, и сфера идей, которая выгодна рабочему классу. И есть люди последовательные, которые последовательно развивают эти идеи, а есть люди непоследовательные в идеологии, которые имеют идеологию кашеобразную. А есть, скажем, вот отражение положения мелкобуржуазии как совокупность самых разных и противоположных идей, не представляющие собой никакой системы. Это вот, можно сказать, мелкобуржуазная идеология. По самому характеру этой самой идеологии она носит кашеобразный характер. А выработать последовательную систему идей на самом деле это не очень простая задача, и это требует работы умственной. Не просто изучения чего-либо, а и самостоятельной работы, потому что человек должен, чтобы выработать идеи, думать, обдумывать. А если он только читает, он некогда ему думать. Он так и говорит некоторые. Когда я думать буду? Читать надо. И так у него это в голове это просто куски разных книг, разных источников и так далее, набросанные, не находящиеся во всеобщей сведе. Ну вот для того, чтобы в борьбе в сфере идеологии соответствующие, так сказать, армии идеологические, политические, создают соответствующие средства. Какие средства существуют для идеологической борьбы? То есть ведется идеологическая борьба. В чем она состоит? В том, чтобы привлечь на свою сторону максимальное число человек. Значит, я уже говорил о том, и вы это знаете, что идеология господствующего класса есть господствующая идеология. Несмотря на это, в любом обществе наряду с идеями господствующего класса могут существовать и существуют идеи, идеологии противоположного класса, и, соответственно, есть идеологи этого класса, которые последовательно их придерживаются. И поэтому, значит, и та, и другая сторона заинтересованы в распространении своих идей. Вот ситуация очень сильно поменялась у нас с появлением интернета. Почему? Потому что, вот скажем, на сегодняшний день телевидение, оно в руках, находится полностью в руках господствующего класса. Правильно? Государственное телевидение действует в интересах того класса, который в государстве является правящим. Поэтому некоторые говорят, о чем вы не выступаете на государственном телевидении? Наивные люди. Потому что никто и не будет приглашать тех, кого не надо, а будут приглашать тех, кого надо. И если устраивается как бы диспут большой и дискуссия, то она устраивается как? Чтобы был коридор, и один человек выражает интересы правящего класса, и другой. Но у них есть расхождение. И вот такая устраивается борьба, они спорят, спорят, спорят. И куда они? Кто победил? Или вот как сейчас говорят, кто победил на Украине? Ну, кто победил на Украине? Какой класс? Что, рабочий класс победил? Крестьянство? Ну, как было буржавный класс, так и будет. Теперь ориентация какая этого класса? На кого? На Соединенных Штатах Америки? Как была ориентация, то она и останется. Поэтому, значит, такой шум устраивается, большой шум, лица меняются, ничего нового тут и не происходит. Вот, говорит, впервые у нас народ, а что народ? Ну, что народ? Что получил народ на Украине? Ничего он не получил. Получил укрепление той власти, которая, собственно говоря, и поставила его в такое положение, в котором он сейчас находится. Вот и все. Но, как говорится, один человек, так сказать, уже получивший негативные оценки со стороны многих, он должен уйти, и пусть придет новый, и тогда с новым задором проводить ту же самую примерно политику. Там, более того, значит, все время на Украине были национальные мотивы, мы не хотим, чтобы нами управляли русские. Ну, теперь будут управлять два еврея. Один, значит, председатель Совета Министров уже давно, еще Порошенко его поставил, и Зеленский еще тоже. И вот у нас выступают наши товарищи, тоже идеологи, которые эту, так сказать, ситуацию оценивают таким образом, что мы видим просто некоторые изменения в расстановке кадров. Ну, вот, скажем, такой картины еще вот у нас не было, которую мы сейчас наблюдаем в Украине. То же самое, вот, как каждый раз люди ждут, а что будет после выборов? Ну, что, чего дождались после выборов президента? После выборов президента у нас была шумная кампания, было много всяких выступлений, было много всяких идеологических боев, и что получили? А получили, вот прошли выборы, во время выборов все кандидации набрали себе в рот воды, чтобы не говорить про пенсионную реформу, как только выборы прошли, начались непопулярные меры. Потому что, если это были бы меры во время выборов, то, как вы понимаете, это повлияло бы на них. Вот выборы прошли, и после этого принята была эта самая пенсионная реформа, к которой, естественно, народ отнесся отрицательно, потому что у каждого человека, у вас в том числе, нетрудно посчитать, сколько денег только от них отняли. то есть отняли время пять лет, а денег тоже легко подсчитать. Средняя пенсия сейчас в СССР, в России, а не в СССР, 14 тысяч. Пять лет это 60 месяцев, 5 на 12. 60 на 14 будет 840 тысяч. 840 тысяч у вас, именно у вас забрали, у меня ничего не забрали, я пенсию уже получаю. Вот 840 тысяч. У вас, у вас, у вас, у вас, вот проблема решена. То есть, хотя проблемы пенсионные можно решить, во-первых, за счет того, что надо заставить тех, кто должен соответствующие налоги платить, это делать, а у нас треть работодателей не платит в пенсионный фонд соответствующие платежи. Треть. И вместо того, чтобы их затратить, просто затратили больше людей работать, и все. дольше до пенсии. Это раз. Во-вторых, у нас единственная страна в мире, в которой нету прогрессивной шкалы налогообложения. Вот возьмем мы Францию. Вот, допустим, я крупный французский капиталист, миллиардер. Я получил миллиард дохода. сколько я должен сдать государству? 75%, то есть прогрессивно шкаланул. Чем выше доходы, тем выше проценты. 75%, 750 миллионов. А 250 миллионов у меня остается. Для чего? Для чего хотите? Могу поехать в Куршавиль, могу купить яхту. 250 миллионов. Это немало. Вот. Один раз. И следующий год так же. Но в политике, а мы с вами говорим о политике, идеологии, идеологии – это, так сказать, элементы класса борьбы, нужно не на один ход смотреть, как делают плохие шахматисты, а смотреть дальше. Если вы посмотрите дальше, а что дальше будет? Вот государство получило с богатых значительные суммы, а дальше идет формирование государственных заказов, в том числе военных. Спрашивается, кто получит заказ? Вот вы, если вы заплатили там 300 евро, или я, который заплатил 750 миллионов евро, кто получит заказ? Ну подумайте сами. И все денежки вот эти мне придут обратно, с лихвой еще с учетом ваших. С вас-то тоже брали? И кто получит крупные заказы, от которых как раз и получаются такие большие прибыли? Получат крупный капитал. Поэтому крупный капитал не ущемлен во Франции. Крупный капитал там быстро развивается. И вообще во Франции производительность труда выше, чем в России, и намного. И она была выше, чем в СССР, могу вам доложить. Мы были на третьем месте до разрушения СССР, были на третьем месте по производительности суда. Вторым мы были по объемам производства и третье место по производительности труда. Первое место в Соединенных Штатах Америки, второе. Можете сколько угодно их ругать, там говорить, что они такие, реакция, но они на первом месте по уровню производительных суда. Говорят, так они нас грабят. Ну так сильные будут грабить. Сделайте сильными, вас не будут грабить. Но производительные суда у них выше. Значит, они могут сделать дешевле и лучше то, что у нас будет дороже и хуже. А у нас было третье место. А второе было у Франции. Отсюда и некоторая независимая политика у Франции, которая появляется. А в Германии 40%. Это максимальная ставка водоходного прогрессивного налога. А если вы возьмете европейские страны, где-то около 50% в основном. А если вы возьмете Грузию, которая полный развал, там 20%. А если вы возьмете Россию, ну таких вообще нет. Там 13% плоская система. Сколько бы у меня не было миллиардов, только 13%. Потом выступает, мне денег нет. любые изменения, которые можно сделать в области экономики или в области, скажем, других социальных сфер, они сначала формируются в виде идеи. Правильно? То есть идеология же это система идеи о том, что нужно сделать. Поэтому вот эта борьба идеи, она по существу определяет, куда будет двигаться. И если, скажем, правящий класс становится реакционным, ему уже ничего не надо, но не развивает производство, то и система идей у него реакционная. Вот что мешает нашему правящему классу грузовичному быть прогрессивным? Вот давайте представим себе трудности нашего правящего класса. У нас, как устроена экономика, 70% ВВП, то есть внутреннего валового продукта, производится на государственных предприятиях. Что собой представляют эти государственные предприятия? Это обычно открытое акционерное общество, и государство имеет 50% акций, плюс еще одну акцию. А остальные в иностранных государствах, у отдельных частных собственников и у менеджмента этих компаний. То есть тот, кто их считается экономическим чиновником, он в это же самое время является капиталистом частным. Почему? Потому что он имеет акции этой государственной компании. Например, Сбербанк. Греф и приближенные к нему имеет акции. А сколько они получают на акции, они никому и не говорят. Этого как бы нет. Вот как чиновник, они сообщают, доход у нас столько рублей, у нас есть квартира, участок, машина, и все. А сколько у них акций? Сколько заводов? Вам никто никогда не говорит. Главное богатство, которое у нас есть в буржуазном обществе, это что? Это заводы и фабрики. Вы что-нибудь слышали, когда начинают сообщать, у кого какие? Дело в том, что когда речь идет о госслужащих, госслужащие не имеют права заниматься бизнесом. Это что значит? Если я пойду на госслужбу, будучи капиталистом, я вот вам передам в доверительное управление, сейчас у меня 2 миллиарда, заводы на 2 миллиарда, а вам будет зарплата где-то 100 миллионов. но потом, когда закончится, уже должно быть 4, когда мой срок закончится, я буду уже, у меня будет 4 миллиарда, потому что вы от моего имени управляете, не сами, это же не ваша собственность, моя. А вы просто, так сказать, как человек, который является управляющим, получаете как бы зарплату от меня. 100 миллионов в месяц устроить. Ну, например, а если мы берем доходы чиновников еще, кроме этого, которые они имеют за свою работу, ну вот тоже самое Роснефти, 28 миллионов в месяц члены наблюдательного совета. Причем они называют, дескать, тут и зарплата, тут и бонусы, тут и поощрение за постоянство, за длительную работу, за качество и так далее. Хотя по трудовому кодексу зарплатой считаются все выплаты, которые получил работник. Поэтому пусть не рассказывает, что это не зарплата, это все зарплата. Вот зарплата 28 миллионов. И вот, так сказать, эти люди, которых зарплата 28 миллионов, будут решать, какие должны быть зарплаты у народа. И что получается? Что вот чиновник, он должен выполнять, осуществлять государственные интересы, да? Раз. Во-вторых, он имеет акции предприятия, поэтому он занят обогащением своим, а вовсе не реализацией государственных интересов. И он имеет вот эти самые зарплату, бонусы, поощрительные фонды и так далее. И тем самым его зарплата как работника и деятельность его как государственного работника на государственной службе экономической, она как бы является для него второстепенной. Более того, мы же с вами изучаем сферу идеологии. И вот скажите мне, пожалуйста, какой принцип сейчас в государстве в нашем считается главным? Приоритет личных интересов или приоритет общественных? А? Личных. Вот представьте себе, вот я, значит, буду, раз это такая у нас идеология, я буду твердо ее придерживаться. И стал я министром. О чем я должен подумать? О стране или о себе? О себе, конечно, милом. Но если у нас принц... Я же принципиальный человек, у нас принцем приоритет в личных интересах. На конвертах пишут Иванову, потом пишут дом, потом улицу, потом только город и Россия в конце. А эти самые почтовые работники читают там снизу вверх. Ну, я понимаю, там в Иране считают справа налево, а тут вообще снизу вверх считают. Вот Уликаев. И он стал министром. Что он должен был сделать? Набрать себе денег. Он и набрал. Вот такие люди набросились, как Сечин, да еще и этот самый председатель Следственного комитета и посадили в тюрьму. Безобразие. Ну, просто безобразие. Люди были и принципиальные, и набирали себе денег. Поэтому у нас в экономике что-нибудь положительное делается очень слабо, потому что люди заняты. Вот видите, я занят, я все время засовываю себе деньги в карманы. У меня руки заняты, не могу я вам помочь. Как я могу помочь? Видите, у меня руки заняты, я кладу, кладу, кладу. То есть вот эти государственные чиновники занимаются рассовыванием денег по карману. И нам говорят, что в этом мы заработали. Это, значит, тот класс, который является реакционным, он всегда хочет красиво представить то, что он делает. Заработать много нельзя. Скажем, шахтер получает, который рискует своей жизнью и глубоко под землей работает, получает 50 тысяч. Откройте, нажмите в интернете. Зарплата шахтера, его узнаете. Значит, сверх пятидесяти тысяч, это пошла прибавочная стоимость. Кто бы это ни получал. Ну вот, скажем, вы понимаете, вот вы видите, как эти, вот чем состоит мой труд, как преподавателя. Ну я не в шахте, во-первых, работаю. Во-вторых, на меня это крепче обрушится и на меня этот уголь не навалится. И тут нету этих газов, которые могут взорваться в любой момент. Правильно? Ну, я не знаю, что вот может со мной случиться. Что я запнусь и упаду, что ли? Ну что может произойти с этим делом? Поэтому, а зарплаты получают людей, так сказать, занятые университетом трудом? Или называется это зарплатой? На самом деле это прибавочная стоимость, спрятанная под названием зарплаты. И поскольку они этим заняты, они заняты решением государственных дел, поэтому у нас они и не идут. Вот у нас принят был не так давно, больше года назад, закон о стратегическом планировании. Ну все понимают, что если 70% государственный сектор, то план может быть в рамках государственного сектора? Это как бы одна фабрика, правильно? Государственный сектор. Это все принадлежит государству. Значит, может быть план, причем план директивный, что кому делать. Вложили определенные средства и получили определенные результаты. Всем известны. Провели через Думу, через Совет Федерации, сделали этот план законом. И вот закон о стратегическом планировании принят, и что вы думаете с ним сделали? Как только его приняли, придумали его заморозить. А сейчас что пропагандируется? Национальные проекты. Вот я ей дам делать. Она со мной в хороших отношениях. Вам не дам. Вот я ей дам. Вам еще дам. Вам не дам. Вот это национальные проекты. Что такое национальные проекты? Они не национальные, потому что они не охватывают все наше производство. Они кусочки, мелкие кусочки, туда подачка, туда подачка. И вот сейчас ходят и пропагандируют. Этого уже было один раз, когда Медведева подготавливали к тому, чтобы ему стать президентом. И вот тогда ему дали деньги эти на национальные проекты. Но вот по сельскому хозяйству национальный проект так и не реализовался, потому что за время, пока действовали эти национальные проекты, деньги так и не дошли до сельского хозяйства. Вот туда денежки, туда-туда получили много сторонников среди тех, кому дали деньги. И все на этом. А ничего в единое целое никак не связано. Никакой системы нет. Но это относится к идеологии. Какие же это национальные, когда они не носят национального характера, то есть не охватывают, так сказать, всю экономику страны. И планов нет. Более того, если бы мы сделали планы, мы могли бы государственные заказы давать частным капиталистам. Правильно? Кто-нибудь отказывается от государственных заказов? Вы слышали, чтобы кто-нибудь отказался, какой-нибудь частный капиталист отказался, добьются за ней, сражаются, чтобы получить государственный заказ. Ну и что? Так если нет плана, то нет и государственного заказа и так далее. И вот в этой сфере идеологии существуют всякие фантомы и всякие глупости, рассказывают. Вот, например, наш Центробанк. Кому он подчиняется? Он как бы не подчиняется уже и ни правительству, ни Думе, хотя Дума может снять председателя Центробанка по предложению президента. И этот Центробанк что делает? Он вздул ключевую ставку, по которой даются кредиты до 7,75. Но он может дать кредиты только так называемым коммерческим банкам. Ни одно предприятие, ни один человек персонально, допустим, капиталист, не может получить у Центробанка. Идите в коммерческий банк. А коммерческий банк что делает? Он берет у Центробанка деньги, добавляет еще 7% и под 14,75 отдает. Хочете? Хотите получить кредит? И вот это предлагает теперь коммерческий банк. Под 14,75. А как вы думаете, какая норма прибыли? Отношение прибыли к объему авансированного капитала у наших предприятий? Менее 10, около 6 в промышленности. 6. Значит, если я возьму под 14,75, а потом 6 будет прибыль, то я в итоге этой операции получу убыток. 14 минус 6 в 8,6%. Поэтому в России государство никому кредитов не дает. За одним исключением существует у нас одно экономическое министерство, на самом деле. То, которое называется экономическое развитие, оно никаким экономическим развитием не занимается. Это я вас информирую, как профессор по кафедре экономики и права. Оно тормозит экономическое развитие, ничего оно не делает положительного для экономического развития. А есть министерство, которое занимается экономическим развитием, оно называется по-другому. Это промышленность и торговля. Заглавляет его Денис Мандоров. Можете к его деятельности присмотреться, потому что он понял, что банки никаких денег не дают и никакого, не светит ничего. Денис располагает наше государство. Дальше. Наше государство получает очень большие доходы от нефти. И вот сейчас, поскольку цена на нефть высокая, особенно ценится тяжелая нефть, которая как раз добывается в России. Поэтому денежки у нас есть, вопреки тому, что говорит товарищ Медведев. Но существует такой порядок, который защищают сторонники или представители других государств, что не надо тратить эти деньги от нефти внутри страны. Не надо их тратить на поддержку отечественной промышленности. Их надо купить иностранные какие-нибудь бумаги или вложить в деятельность каких-то иностранных предприятий. Только бы, чтобы и не развивалась экономика России. То есть у нас в стране существует очень сильное лобби иностранное, которое действует не вообще в интересах капиталистического класса, а в интересах капиталистического класса других государств. Причем, как вы понимаете, нет никаких проблем. И некоторые товарищи, которые считаются нашими капиталистами, и проживают там. И деньги выводят туда, за границу. И существует такое понятие, как вывоз капитала, характерное для империализма. Но это не то же самое, что вывод денег. Вот деньги получились, из этих денег должны быть уплачены, приобретены новые средства производства, это называется амортизация. А вместо этого они перекачиваются в прибыль, а прибыль перекачивается в офшоры. И вот в офшорах они какую функцию выполняют? Они же попадают в банки иностранные, а иностранные банки дают кредиты. Какие, думаете, под какую ставку выдают кредиты в Соединенных Штатах Америки? Вот догадайтесь. Под какой процент? Вот если я пойду в наш банк, мне говорят, давайте, Михаил Васильевич, 14,7 процента отдавать будете. 100 миллионов берете, отдадите 14,7 процента. То есть 14 миллионов отдадите, почти 15. Так? А я? А если я пойду в американский банк? Сколько процентов? Два. Два процента. А было и меньше. Было еще меньше. Сейчас вот у них повысилось, они думают, думают. Это что значит 2 процента? А в чем интерес, скажем, того же самого класса капиталистов Соединенных Штатов Америки? Интерес в том, что когда производство будет быстро развиваться, все будут быстро богатеть. Ну, капиталисты, прежде всего, быстро будут развиваться. Кто берет эти суды? Ну, это не рабочие же берут, это берут капиталисты. Значит, капиталисты себе сделали дешевые суда. Раз дешевые суда, они, значит, делают проекты, которые дают им высокую прибыль. С этой высокой прибыли они заплатят налог подоходный. У них подоходный налог в Америке 30 процентов, а не 13, как у нас. То есть деньги опять, деньги, море денег получается. Поэтому если низкая ставка процента, то в данном случае страна богатеет очень быстро. А есть такие страны, в которых процент отрицательный. То есть вы берете миллион, отдавать будете 950 тысяч. А в чем интерес тогда государству? А в том, что вы получаете миллион под то, что вы создадите новое производство, высокотехнологичное, прогрессивное. И когда вы его создадите, вы будете что? Платить налоги. И я получу, как государство, от вас. Не за счет того, что вы просто вернете в суду с процентами. А это вы, скажите, в суду получили, вы вернете мне 950 тысяч, будет у меня 50 тысяч вложения в ваш капитал, в вашу деятельность. И поддержка тем самым прогрессивного развития экономики. А вы вложите это куда-то дальше. И идет развитие производства. У нас, вот благодаря той идеологической борьбе, которую ведут внутри страны представители иностранных монополий, у нас заторможена вся наша экономика. Вот есть академик Глазьев. Он был советником президента. Он везде рассказывает. То, что я вам сейчас рассказываю, это вы можете набрать с академика Глазьева и почитать. Он об этом тоже самое говорит. Он только говорит более резко, что у нас наш Центробанк работает в интересах иностранных государств. То есть тормозится развитие экономики России не потому, что у нас нет денег на развитие, а потому что его не дают промышленности соцеленаправленно, сознательно, умышленно. И поэтому он говорит, что первое, что нужно сделать для развития экономики России, убрать эту самую Набиулину, которая является вот этим носителем, ставленником иностранных монополий у нас на таком центральном посту, центральном звене. Это во-первых. А мужем этой Набиулины является некто Кузьминов. Я читал книжки его отца. Он был специалистом, доктором экономических наук по собственности. А вот Кузьминов является ректором нынешней высшей школы экономики. А высшая школа экономики – это центр иностранного влияния в России, то есть которая как бы дает советы, чего делать нам, что делать правительству, и правительство руководствуется тем, что вырабатывает высшая школа экономики. Поэтому вот когда мы берем с вами идеологическую борьбу, мы еще увидели, что у нас не только идет борьба между рабочим классом и буржуазией, а еще буржуазия разных стран ведет борьбу идеологическую для того, чтобы обеспечить свои интересы. И, скажем, интересы Соединенных Штатов Америки обеспечивает высшая школа экономики. И очень успешно. Вот у нас, если брать определение империализма, империализм – это такая стадия капитализма, когда мир весь поделен, и происходит борьба за передел мира. То есть влияние монополистических держав далеко выходит за рамки их границ. Вообще понятие монополии – это такая страна монополия, которая влияет на империю, можно сказать. Империя – это такая страна, которая распространяет свое влияние дальше своих географических границ. Вот Соединенные Штаты являются в этом смысле империей, как в свое время Россия была империей. А в данном случае думать, что у нас тут не проявляется соответствующее влияние, не приходится, потому что мы просто знаем, какие органы и организации это влияние осуществляют. Или, скажем, есть радиостанция «Эхо Москвы», она последовательно защищает интересы американского капиталистического класса. Последовательно. То есть там разные люди выступают. Я даже один раз тоже выступал, рассказывал об истории, о событиях, которые здесь были в Санкт-Петербурге во время перестройки. И они все это поместили, то есть они не то, чтобы они совсем ничего не дают, они вам дадут выступить. Но в основном пропаганда идет в интересах американского и иностранного капитала. А финансируется «Эхо Москвы». «Газпром-Медиа» есть такая организация. А «Газпром-Медиа» принадлежит «Газпрому». И получается, что государство наше финансирует компанию, которая ведет последовательную кампанию против нашего государства. Вот что мы наблюдаем в сфере идеологии. Довольно интересная такая картина. И следовательно, вот сколько уже лет проходит, и вы видите, что никакого движения в области экономики нету. А если нет движения в области экономики, давайте померяемся теперь с силами Соединенными Штатами Америки. В военном отношении, благодаря тому, что Россия является преемницей Советского Союза, который стоял на первом месте в ракетно-ядерной сфере. И, соответственно, первый запустил спутник и человека в космос. И хотя атомную бомбу произвели раньше американцы, водородную бомбу раньше произвели в СССР. Значит, вот тут есть паритет. Теперь давайте посмотрим на долю Соединенных Штатов и долю России в мировом ВВП. У Соединенных Штатов 17%, а у России 1,7%. Вот картина. То есть в 10 раз у них выше доля, чем... А если возьмете Китай, Китай сейчас уже превосходит Соединенные Штаты Америки по ВВП, исчисляемому по паритету покупательной способности. То есть вот он выходит на первое место. И темпы роста там выше почти в два раза, чем в Соединенных Штатах Америки. Россия при своих богатствах и условиях замечательных развивается как черепаха. И никак мы не можем... Вот академик Глазев прямо говорит, что эти вот цифры, которые дают, связаны с тем, что перевели статус управления в подчинение Министерству экономического развития. А вот если я министр экономического развития, а вы возглавляете ССУ, то вы мне плохие цифры, пожалуйста, сюда не приносите. И знаете, я вас уволю, вот ее назначу. А если она будет мне приносить плохие цифры, ее назначу. Это же известно, как делается. То есть на сегодняшний день у нас остановлена экономика. Вот мы на одном месте, стагнация такая существует. И эта стагнация связана с тем, что в сфере идеологии такой ясности нет. И люди, которые должны или управляют государством, они вполне понимают, в чьих интересах они управляют. И кто кем управляет. То есть, если мы говорили сначала о том, что есть интересы одного класса и противоположного класса, это правильно. Но если мы говорим уже о странах, то они заведут борьбу, скажем, Соединенные Штаты Америки как крупнейшая империалистическая держава пытается захватить позиции экономические, идеологические, политические и имеет своих представителей. Я вот вам бы порекомендовал, был такой телефильм «Спящие». «Спящие» – это такие вот ставники иностранных держав, которые являются агентами, но которым поручено ничего не делать. 15 лет. Вот вам. Вы должны пробираться всё выше и выше по государственной лестнице. Куда вы должны пробираться? В ФСБ, в министерство, в научно-исследовательские институты и так далее. И существует такой термин «Спящие». И потом вдруг в один прекрасный момент приходит вам извещение. Приходит человек, который напоминает вам, что всё, просыпайтесь. И после этого совершаются определённые действия, скажем, направленные. Вот этот фильм показывает, как взорвали тех представителей Китайской народной республики, которые приехали заключать нефтяной контракт. Всех взорвали. Причём взорвали так, что с телефона, так сказать, того положительного героя, который там был, поскольку этот телефон сначала украли, а потом, значит, когда начали искать, кто взорвал, получилось, что это вот взрыв осуществлён нажатием кнопки на телефоне, которая вовсе не у противников. Вот это вот интересно. Но кроме спящих, существуют не спящие, так сказать, существуют люди, которые внутри страны отстаивают интересы иностранных государств. Причём сейчас это можно делать не только через какую-то систему идеологическую внутри страны. Дело в том, что вот в чём хорош интернет. Он, так сказать, не имеет никаких границ, и можно на русском языке делать любые передачи, которые преследуют цели, которые имеются у правящего класса других государств. С другой стороны, у того же угнетённого класса, скажем, у рабочего класса, у него есть возможность в интернете отстаивать свои идеологические позиции. Есть. Некоторые говорят, вот, у нас нет никакой демократии. Ну, почему нет? Вы можете сделать себе страницу в интернете и вещать ей, что хотите. Вас запрещают? Нет. Значит, там Вы не будете призывать к террору и к другим вещам, или не будете там рассказывать, как приобретать и где наркотики. Никто вам этому не будет препятствовать. А почему? А потому что у нас буржуазная свобода. А в чём составляет буржуазная свобода? Так вы можете всё что угодно там вещать. У нас всё равно органы, так много органов у государства, которые превышают те возможности, которые могут быть у противоположного класса или у тех сил, которые противоположны по идеологии, той идеологии, которая господствует. Поэтому никакой опасности правящий класс для себя в этом не усматривает. Пожалуйста, выступайте. Вот, идите на YouTube, сделайте страницу там и говорите, что хотите. И люди и говорят, что хотят. И довольны, что они вот, так сказать, выступают в сфере идеологии. У нас можно и это сказать, и то сказать. Да говорите, что хотите. Потому что делаться будет не то, что вы сказали, а то, что намечает правящий класс. Вот. Поэтому в области идеологии существует идеологическая борьба. Постоянно. А что такое идеологическая борьба? И это классовая борьба в сфере идеологии. Классовая борьба в сфере идеологии, она захватывает самые разные вопросы. Я один из вопросов рассмотрел, экономический вопрос, как пример. И кроме, так сказать, этих спящих, о которых я говорил, есть неспящие, то есть люди, которые открыто и постоянно защищают интересы других правящего класса, других государств, других стран. Или принижают, скажем, Россию как государство. Например, вы, наверное, знаете, что руководители США неоднократно употребляли такое понятие, как страны-изгои. И кто в эти страны, кого они записывали в изгои? КНДР, Иран и Россию. Это что такое изгои? Если вот вы меня объявили изгоем, это что значит? Сейчас вы меня не можете съесть, но вы уже наметили. Вы уже наметили, я уже у вас записан, я у вас в плане, но вы еще силу подсоберете, и тогда уже и тут оно и совершится. А что еще имеет? Какой смысл? То есть изгои это для тех, которые вне общества, вне человеческого. Раз их можно на них нападать, можно их уничтожать, и вот такими странами-изгоями оказались. Югославия, которую уничтожили. А как ее уничтожили? Это какая страна была? Социалистическая или буржуазная? Буржуазная. Теперь и что получилось? Это раскололи на мелкие части. И эти мелкие части никакой роли теперь в международной политике не играют. Ирак. Под благовидным предлогом, то есть начиналось с идеологии, что как так, Ирак, Саддам Хусейн хочет создать, создает оружие массового выражения. То есть начинается подготовка к войне, к военным действиям, через идеологическую борьбу. И Колин Павел показывал пробирку, где вот в этой пробирке, добытой нами средства массового поражения, иракские. Потом прилетают самолеты, расплывают корабли, вводятся войска, убивают законно избранного президента, какого? Буржуазного государства, Саддам Хусейн, он же буржуазный деятель. И вот более крупная держава во главе Соединенных Штатов Америки и другие государства нападают на это маленькое государство и уничтожают его. Причем проводят самый настоящий террор. Президента повесили, записали на мобильный телефон, как вешают. Внука президента застрелили, страну разорили. И она уже, была какая страна, светское государство. А сразу одним светским государством на Блечном Востоке стало меньше. И тогда пошло развитие вот этого самого ИГИЛа, уже мусульманских государств, которые, сила которых стала перевешивать. Следующий объект после Ирака Ливия. А чем Ливия не нравилась представителям империалистических держав? А не нравилась она тем, что, во-первых, образование бесплатное, жилье молодоженам выдавали, но потом надо было платить, но медицина бесплатная, но уже ресурсы этой самой Ливии были в руках англичан и других компаний, американских компаний. А сама Ливия жила на доходы от отчислений, от продажи этих ресурсов. И как только она потребовала увеличить долю отчислений на свои собственные ресурсы, прилетели самолеты, начали гоняться за каждым буквально человеком на самолетах, уничтожили государство, разорвали в клочья президента Мамара Каддафи. Как это оценивается в сфере идеологической? В сфере идеологической как называется террор. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Вот в Америке есть финансовый капитал, а финансовый капитал это банковский, сращенный с промышленностью. Поскольку банки обслуживают производство, они временно свободные средства аккумулируют, у них на счетах же все лежит, и направляют туда, где имеется временный недостаток за среднюю норму прибыли, за невысокую эту процентную ставку. И они на самом деле знают все производство, и поэтому они над промышленностью, над производством господствуют. В Соединенных Штатах Америки, в Англии, в других империалистических по Франции государствах. И поэтому у них возникает интерес в том, чтобы минуеть какие бы то ни было демократические процедуры, в том числе международные, Совет Безопасность или Организация Объединенных Наций, решать эти проблемы путем запугивания открытой террористической диктатуры. А как называется открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее университетических элементов финансового капитала. Это называется фашизмом во внешней политике. Фашизмом. Это определение фашизма. И эта фашистская политика, она сейчас такой носит специфический характер. Внутри Соединенных Штатов Америки имеется демократия. Там есть политические партии, там есть борьба идеологии. Пожалуйста, вы можете это все угодно говорить и что угодно создавать. Как только Соединенные Штаты выходят за свои границы, они себя ведут так, как будто никаких международных норм нету, не считаются ни с какими интересами никаких государств и проводят свою политику путем террористической диктатуры. А что такое террористическая диктатура? Террор – это ужас. путем наведения ужаса на те государства, с которыми они ведут борьбу. Террор. Раз. Открытый террор. Почему открытый? Не прикрыт он ни голосованиями, ни какими-то решениями, а просто прилетели, разбомбили, уничтожили и все. И весь разговор. Никто, ничего, не надо ничего доказывать, ничего оправдывать и так далее. Вот смотрите, вот второе государство раздавили, светское, значит, там светское осталось, последнее государство на Ближнем Востоке, Сирия. И если бы не помощь России, которая имеет свои интересы там в этом регионе, потому что у нас единственная база на Средиземном море, это вот Сирия. Если бы не помощь России, то такая же судьба однозначно постигла бы и Сирия. И Сирия это последнее светское государство на Ближнем Востоке. И значит, все государства там мусульманские, и поэтому тот клубок противоречий, который там и так есть, он бы был еще более острым. Вот, поэтому, поскольку речь идет об идеях в идеологии, то всякое действие, в том числе политическое действие, в том числе и на международной арене, и во внутренней политике, оно начинается с того, что оно сначала как бы совершается в сфере идеологии. Сначала вырабатывается концепция или позиция, сначала вырабатывается идея, что мы будем делать, что мы будем осуществлять, и после этого уже могут прилетать и пушки, так сказать, самолеты, и стрелять пушки, и ракеты, и вводить войска, и так далее. Поэтому вопрос в идеологии это очень важный вопрос, потому что это как бы острие классовой борьбы, острие. Все начинается с идей. Любое нападение, любое действие, любое ухудшение начинается с того, что вам сначала будут рассказывать, что это будет хорошо. Например, сейчас очень распространено такое понятие, как в идеологии нашей, в идеологической сфере, как оптимизация. Вот прежде, чем вас что-нибудь отнять, отнять, вам сначала давайте это оптимизируем, у вас вот этот компьютер лишний, я считаю, давайте его оптимизируем, я у вас заберу его и так далее. Вообще, понятие оптимизации существует в математике совершенно однозначно. Есть целевая функция, вот она, есть ограничения, и решается задача, или это нужно достичь максимума целевой функции, максимума результатов при данных затратах. вот это будет оптимальный план или оптимальный результат. Или нужно обеспечить определенный уровень, но тогда целевая функция будет минимум затрат. Надо минимизировать затраты на достижение этого результата. то есть два вида оптимизационных задач. Задача на максимум, максимум результата при данных затратах, и задача на минимум. Это значит на данный результат указанный получить минимум затрат. Некоторые люди далекие от этих вещей, они рассуждают так, надо говорить максимум результатов при минимум затратах. Это совершенно пустое и глупое рассуждение, потому что минимум затрат ноль, а максимум результатов при нуле затрат тоже ноль. Поэтому эти пустые глубокомышленные рассуждения, они просто безграмотны. А вот тут не просто безграмотность, потому что применяют понятия вполне научные, но не в его научном значении. А не могут вам сказать, что мы сейчас у вас отберем что-нибудь, а говорят, мы сейчас оптимизируем у вас, вот у вас я вижу два у вас прибора электронных на столе, а должен быть один, оптимально будет один. И раз, и вы оказываетесь без этого. Например, скажем, у нас было три экономических вуза в Санкт-Петербурге. Инженерно-экономический, финансово-экономический и университет экономики и сервиса третий. И что сделали? Собрали их в один вуз, а смысл есть в Укрупнении вуза? Никакого. Почему? Потому что вузы складываются вокруг ученых исторически. И от того, что вы соедините, ничего не изменится. А потом, когда соединились, а у вас три кафедры политэкономии, зачем три кафедры в одном вузе? И людей из двух кафедр выгнали соответственно. Дальше, скажем, вот существовал институт, университет торгово-экономический Новороссийская улица в угол политехнической. Взяли и присоединили его к политехническому университету. Ну, чем занимается политехнический университет? Техникой. Техникой. А чем занимался торгово-экономической экономикой? Это разные вещи, разные сферы. Но беда этого торгово-экономического университета, что он был на политехнической улице. Его взяли тогда и присоединили к политехническому университету. А потом спрашивают, а зачем вам две кафедры философии в одном вузе? Раз, выбираются. Или у нас долгое время считался достижением большим Ленинграда, Санкт-Петербурга такой вот у нас завод в Туз. На металлическом заводе. Люди прямо, будучи рабочими или работниками завода, могли тут же и учиться. Взяли его тоже, присоединили к Политехническому университету. И не стало этого завода в Туза, и уже вы не можете так учиться. И вот оттуда пришли делегаты, которые говорят, давайте нам эти помещения. Говорят, нет, а помещение – это заводские, ничего вы не получите. Незвиженность хотели взять. То есть под видом вот этого происходит разрушение. То же самое. Взяли и отрезали у вас один год для обучения, в котором мы еще пользовались, вот здесь присутствующие, пять лет. Чтобы у вас было меньше прав, чтобы вы не могли в аспирантуру поступать. чтобы вы не могли преподавать в ВУЗе. И чтобы выгонять еще, сколько нужно было преподавателей, чтобы, если мы учим не пять лет, а четыре года. У них несложный расчет. Значит, если у вас пятилетнее обучение, то нагрузка учебная сокращается на 20%. Правильно? Значит, вот оптимизация. Значит, надо уволить 20% преподавателей из ВУЗа. Их и уволили. То есть, если раньше думали о том, как получить больше квалифицированных преподавателей, сейчас озабочена у нас вся вот наша сфера во главе с министром Котяковым, который занимался уничтожением академии, а теперь он чаще будет заниматься уничтожением образования, поскольку он министр теперь науки и образования Российской Федерации. А до этого он был руководителем ФАНА, Федерального агентства научных объединений, которое отняло все институты Академии наук и как бы оно их централизовало. А Академия наук осталась без институтов. Нет ни одного института дерева Академии наук. Это тоже считается оптимизацией. То есть в сфере идеологии прежде чем какую-нибудь гадость сделать, надо что сделать? Красиво её оформить. Ну сейчас я вот буду что-то отнимать, это же некрасиво. А надо сказать, сейчас мы оптимизируем так. Сейчас мы всё оптимизируем, отсюда, когда будете выходить, все деньги сдавайте сюда. И вы увидите, как я буду хорошо питаться. Вот примерно так это выступает. Поэтому в сфере идеологии существует много обманов. Люди должны в этом разбираться, чтобы не быть жертвами, обмана и самообмана в политике. И вот Ленин писал так, что люди будут всегда жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся разбираться в интересах классов, если они не будут ставить вопрос за всеми этими самыми заявлениями, обращениями, программами и так далее, если не будут различать интересы классов и не ставить вопрос, кому выгодно. Вот поэтому вы, если хотите разбираться в идеологической борьбе и вообще в жизни политической, идеологической, об общественной жизни, вы должны ставить вопрос сюда, кому выгодно то мероприятие, которое проводится. И тогда вы разберётесь. А если вы верите на слово, то по этому поводу, вот у Ленина тоже есть очень хорошее высказывание, которое мне сначала очень не понравилось, что я прочитал, что в науке, в идеологии или в политике верить на слово, тот круглый дурак. Думаю, ну что у меня за код? Я вот поверил людям, авторитетным. Читаю дальше, написано, кто в экономике или в политике верить на слово, тот круглый идиот. Советую вам не попадаться в такую ситуацию, не попадать, и всегда ставить вопрос, кому выгодно, и тогда вы не будете глупенькими жертвами ни в идеологии, ни в политике, и в других делах, которые вам придётся совершать, потому что тогда у вас будет более высокий уровень зрения. Другой взгляд. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok